Рэнк Организэйшн представляет Норман Уиздон В фильме «Мистер Питкин в тылу врага» В фильме снимались Онор Блэкман, Эдвард Чепман, Кэмпбел Сингер, Хэтти Джекс, Терренс Александр, Джон Орви Авторы сценария Джек Дэвис, Генри Блайт, Норман Уиздон, Эдди Лесли Оператор Джек Кокс Художник Морис Картер Композитор Филипп Грин Продюсер Хью Стюарт Режиссер Джон Пэдди Керстерс Did they make me a cook, sir Not on your shaballoy I'm on ablutions all the time After my neck increase and grind They call me shandle number nine After my neck increase and grind They call me shandle number nine Sir, oh, it's a runny life I was a ballet I dressed the very best Did they make me a batman Not on your batman press Carrying friends and hand grenades Out on all commando raids I did it for a pay parade Sir, not on your ruddy life I'm coming up real Идём, Питкин. Скорей. Скорей. Ну вот. Ну вот. Так, это наш участок. Выемку грунта начнём отсюда. Извините, мистер Гримзеев. Отсюда. Вам ясно? Ясно, мистер Гримзеев. Мел. 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 Мел, благодарю. Здесь у нас конец участка. Так, точно. Я думаю, здесь достаточно места, чтобы разъехаться. Давайте проверим. Давайте. Встаньте вон там, Питкин. Посигнальте им. Скорей открывай. Генерал из штаба. Мелите точно, Питкин? 13 футов и 2 дюйма, мистер Гримзеев. Сэр. Кто там дорогу перекрыл, сержант? Муниципалитет ремонтирует дорогу, сэр. А им известно, что идёт война. Пусть не задерживают. Слушаюсь. Чёрт знает что. В самом деле, штатские невыносимы. Прекратите и дайте ему проехать. Кому это ему, простите? Как кому? К генералу? Можете передать генералу мой привет и сообщить, что у нас работа военного значения. Когда мы закончим расчёты, генерал проедет дальше. Да-да, и никак не раньше. Так, мистер Гримзеев? Надо перемирить ещё раз, Питкин. Да, конечно, мистер Гримзеев. У них работа военного значения. У них работа военного значения? А мы что делаем, как они думают? С бортиком мерить или без бортика, мистер Гримзеев? С бортиком, Питкин. 15 футов и 2 дюйма. Поезжайте, Флетчер. Не задавите этого маленького. Ки-ки-ки-ки-ки! Эй! Эй! Стойте! Стойте! Что вы делаете? Стойте! Это возмутительно, мистер Гримзеев. Вот она армия. Да им палец руку отхватит. Ха! Рулетку порвали. Ха-ха-ха-ха! Остановитесь здесь. Часовой? Часовой. Почему пропуск не спрашивает? О, не надо, сэр. То есть, как не надо? Что у вас тут за охрана? Ну, видите ли, сэр... Откуда вам известно, что я не агент фашистов? Сразу видно, что вы для этого не годитесь. Хм. Двое судка ареста. Поехали, Флетчер. Стой! 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 Полковника, скорей! Да. Я вас слушаю. Что? Генерал? Сюда. Генерал Хан, сэр. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, Лейтон. Прошу вас, устройте где-нибудь этого офицера. С удовольствием, сэр. Ее направляют ко мне? Нет. Она находится в распоряжении штаба. И скажу вам по секрету, она должна быть переброшена во Францию. Хорошо, Флетчер. Ежедневно докладывайте мне в ратушу о своих успехах. Да и вот что. Не позволяйте этим людям мешать вам. Вы справитесь с этим. Не беспокойтесь, мистер Гримзер. Что там еще? Опять этот маленький штабский поговорить с ним? Нет. Я сам с ним поговорю. Эй, вы. Это я? Да, вы. Что вы здесь делаете? Готовлю чай. Будьте пить. Ну-ну-ну-ну-ну, лучше не надо. А то придется доложить мистеру Гримзделлу. Он информирует мэра города, а мэр шутить не любит. Уверяю вас. Разрешите, Саш. Слушай, ты, поди прочь. Вояка! Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не имеешь права трогать городское имущество. Эй, нет, не надо. Эй. Ах, вот как. Ну, хорошо. Я предупреждал вашего начальника, что обращусь в ратушу. Мистер Гримзделл! Мистер Гримзделл! Говоришь, он бросил городское имущество за ограду? Так он и сделал, мистер Гримзделл. Даже представить боюсь, какую ярость придет мэр. Дайте мне мэра, пожалуйста. А-а-а-а. А, вот как. Позвоните, когда он будет свободен. Ну, Питкин, какой у вас грунт на участке? Из-за песчаной почвы двойное седание. Там ничего не сделаешь. Надо срыть весь пласт. А сколько это займет времени? Ну, я полагаю, за два месяца справлюсь, если, конечно, людей подбросите. Сделаю, что смогу, Питкин. Но армия забирает всех моих лучших людей. Порядки. Мне же не понимают, что каждый дурак может стрелять из винтовки. А вот многие ли из них смогут распознать двойное седание почвы? Да, это точно, мистер Гриммезеев. Тут и сомневаться не приходится. Без нас они просто ноль. Вот именно, Питкин. Мы следим, чтобы не закупоривались артерии нации. И если будем так продолжать, победа будет за нами. Следим, чтобы не закупоривались артерии нации. Значит, нужен новый столп-указатель, мистер Гриммезеев. Шагом. Шагом. Вы должны знать, что вы не просто солдаты. Вы саперы. Но это не значит, что вы будете только окопы рыть. Вы должны знать строй. Ходить в атаку. Шагом. Марч. Выше, выше руки. Ай, ла, ай, ла. Ширишаш. Стой. Ага, марш. Стой. Крулья. Оружие положить. Круль. Коу. Оружие на плечо. Шагом. Арш. Ха-ха-ха-ха. Как вы держите оружие вниз приклады? Крулья. Левый, левый, правый, правый, левый, правый, 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 правый. Левый, 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 левый. На одной левой. Красави, Арш! Левый, левый, левый Режет, шаг Шагом, арш Режет, режет Быстрее, быстрей Режет Быстрей, быстрей Режет Левый, правый Левый, правый Кругом Арш Правильно. Три-четыре. Три-четыре. Выше колени. Да-да, выше носа. Слушай ты, перестань. Выше руки. А ну марш, бегом чай пить. Ну погоди, я с тобой рассчитаюсь. Стойте. Скореееей. Сержант Лоудер. Что это такое? Он вмешивается в занятие войск Ее Величества, сар. Что он вообще здесь делает? Копается. Это я сам вижу. Приведите его ко мне для допроса. Слушай, сар. Эй, чего лезешь? Нарушаешь границы муниципалитетского хозяйства. Чего надо? Чего надо, сынок? Ты сейчас пойдешь со мной. Зачем это? Там увидишь. Нет, нет, нет. Никуда я не пойду. Что? Ай, ай, не трогай. Что такое? Не трогайте меня. Что это за вольности такие? Я тебе покажу вольности. Я доложу мистеру Гримзилу. Такие неприятности поете, сами будете не рады. Ладно, ладно. Иди, иди. Чай пить. А нам еще долго стоять? Шагай в ногу. Сам шагай. Я штатский. Войдите. Привелись, сар. Подойдите сюда. Вы, парень, сюда подойдите. Ну что такое? В чем тут дело у вас? Мне время дорого, знаете ли. Вы мешали об... обучению войск. Чем вы занимаетесь? Я дорожный мастер. Я обязан следить, чтобы не закупоривались артерии нации. Скажите ваше имя. Питкин. А кто может за вас поручиться? Мистер Гримзил, конечно. А кто он такой? Кто такой мистер? Шутите, да? Нет, не думал. Позвоните, пожалуйста, в ратушу, там вам скажут. Звоните, звоните. Меня вызывает полковник. Слезайте с моего стола. Ждите и не пытайтесь убежать. Вам нечего волноваться, если за вас может кто-нибудь поручиться, мистер Бобкин. Я благодарю вас. Но моя фамилия Питкин. О! Ну что ж, позвоните в ратушу. Если он даже и Питкин, как он сказал. Пусть отдохнет у нас сейчас он другой. Очень хорошо, Саша. Ну, так какой же номер ратуши? Хо! Так я и знал. 633. 633. Как вы сказали? Мистер Гримзил. И говорит с ним повежливее. Хелло, это ратуша? Я хотел бы говорить с неким Кримзилом. Чёрт. Говорит инженер Гримзил. Так точно. Кто? Питкин. Разумеется, я знаю Питкина. То есть у вас хватило наглости помешать работе моего подчинённого? Вы не знаете, что идёт война? И вы мне это говорите? Кажется, он действительно вас знает. Сейчас позову Питкина к телефону. Хелло, мистер Гримзил. Так я же им говорил, что они мешают работе военного значения. Они надели форму и считают себя умнее всех. Ну, один что-то вроде офицера, а другой самодовольный и нахальный сержант. Да, и вот единственный, кто был вежлив со мной, это приятный и красивый леди-офицер. До свидания, мистер Гримзил. Если вы не прекратите свои штучки, он доложит о вас господину Мэру. Прошу. В чём дело? Машина для лейтенанта Карлин, сэр. Благодарю вас. Слушайте, Питкин, подождите минуту. Но-но-но, теперь поздно извиняться. Извиняться перед вами? Да вы что? Это вам урок. Вам повезло, что мистер Гримзил не мстительный человек. Убрать его! Убрать меня! А что вы делаете? Я сам уйду с удовольствием! А уж там всё пойдёт легко. Это должно быть она. Лейтенант Карлин, сэр. Хэллоу. Доброе утро. Анри, это мисс Карлин. Очень рад. Здравствуйте. Анри руководитель группы сопротивления во Флери. Флери? Это там, где я... Да, мадемуазель. Вы там пробудете с нами около месяца. Анри прилетел всего на два часа. Он хотел повидать вас. Чтобы кое о чём договориться. Да, конечно. У вас мало времени, всего полчаса. Тогда к делу. Во Франции, мадемуазель, вас будут знать под именем Мари Вельмур. Мари Вельмур. Вы будете работать в самом Флери в кафе. Вы должны быть осторожны. В Флери находится штаб генерала Шрайбера. Отто Шрайбера. А у него, как всем известно, зверские методы допроса разведчиков. Ай, опустите меня, опустите! Я буду жаловаться! Ай, чёрт возьми! Выпустите меня! Выпустите меня! Выпустите! Ага. Ай, чёрт возьми! Ай, чёрт возьми! Субтитры создавал DimaTorzok Костюмированный бал, маскарад и даже танцы Не пойдете ли со мной на бал сегодня? Ох, если я только могла А почему вы не можете? Ну я же рядовая, разве сержант полюбит рядовую? Ох, вы такой нахал! В маскарадном костюме? Ааа, что в костюме? Вы сойдете за Далилу? О нет Почему? Я как раз сегодня волосы остригла Для меня это не имеет никакого зрения Как не стыдно? За кого вы меня принимаете? Да, это хорошо Потому что я тоже не такая девушка Ну так я увижу тебя сегодня вечером Может быть, нахал? Да нет же этого дуросье Он бросил твою лопату через ограду? Какой подлец, а? Это возмутительно Хорошо, Питкин Я этим займусь, не волнуйся Дайте мне мэра Ах, вот как Ну тогда соедините меня с начальником лагеря Баттерсбай Армейцы много о себе воображают Питкин И лишь только потому, что им приходится подраться изредка Они не понимают, что воины выигрываются в тылу Людьми вроде вас и меня Начальник лагеря Это Гримсдейл Гримсдейл, главный инженер муниципалитета Ортон, опять эти дорожники Проклятие Неужели с ними ничего нельзя сделать? Слушайте, Гримсдейл Я не позволю, чтобы гражданская писака мне что-то приписывала Черт Я сделаю и так, что мэр уволит этого начальника И добью, чтобы сержанта разжаловали Его нужно понизить в чине Питкин Как вы смеете со мной так разговаривать? Если еще раз повторится это безобразие Я доложу об этом мэру Куда пойдет наш мэр? Куда? С ними надо что-нибудь сделать, Ортон Срудно сделать что-нибудь с гражданскими, сэр А почему они еще гражданские? Да-да, конечно Устройте так, чтобы их призвали А вот когда мы их запрятим в военный мундир Военное министерство Мистер Гримсдейл Как это понять, Питкин, почему вы не на работе? Меня призвали в армию Ерунда Это ведь незаконно, я слежу за артерией именации, а меня призывают Я должен идти на муштрух Вы зря волнуетесь, Питкин Нет оснований для паники, это недоразумение Наш мэр меня лично заверил, что никто из моих людей больше призван не будет И вы получили? Такой же, как у меня? Нет, это, наверное, из военного министерства Извинения по поводу того инцидента Дайте мне, мэр Дорожные работы временно приостановлены Благодарю Одну минуточку Ну, джентльмены, прежде чем мы войдем в это место Я бы хотел сказать вам, что наш мэр меня лично заверил Что в течение двух недель мы все вернемся к гражданской жизни Его милость все это говорил мне лично и даже подчеркнуто Очень приятно слышать, сэр Хорошая новость А? Добрый день, мистер Питкин, верно? Добро пожаловать, очень рад, что вы теперь будете с нами А вы не хотите мне представить своих друзей? Это мистер Грибсдейл Здравствуйте Здравствуйте, сержант Это мистер Фред Фрейндейл Добрый день Здравствуйте, сержант Мистер Харри Хойлен Добрый день, сержант Мистер Джордж Уайт Здравствуйте Здравствуйте А это наш мистер Чарльз Фентон Хопкинс Здравствуйте Прошу вас, пройдемте, джентльмены. А здесь не так уж плохо, как мы думали, мистер Гримзе. Ну, они, несомненно, поняли, что мы с вами необычное пополнение. О, после вас, джентльмены. Благодарю вас. Благодарю вас. О, нет. А теперь держитесь, поеденные молью третье человечество! Теперь вы в армии гадуетесь! Я сделаю из вас солдат, ее величество! Встать! Встать! Первый, ко мне! Раздевайтесь! Расстегните пиджак, снимите сорочку. Что вы, это же неприлично! Я сказал, раздевайтесь! Так, так, так. Ну и ну. В чем дело? Да. Что-то не в порядке? Да. Что-то не в порядке? Я вас не слышу. Что-то не в порядке? Ну что с вами? Холодно. Не стройте из себя младенца. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Выдох. Вдох. 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 Выдох. 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 Почему вы не дышите? Зачем вы сели? Встаньте, говорят вам! Чуть не изогнулся. Годин! Отметьте его! Антитифозную сыворотку. Благодарю вас. В чем дело? Мистер Гриммсер. Пустите. Поддержите. Сержант, расстегните его воротник. Поднимите его. Питкин, не следовало этого делать. Здравствуй, Питкин. Какое же тебе дали взыскание? А, неловко даже сказать, мистер Гриммсер. О, эти ботинки. Они меня сведут в могилу, Питкин. Вы двое! Это, Питкин, хорошо для молодых, но за меня мэру придется ответить, если я навсегда останусь калекой. А и вы почему не отдаете честь, когда видите офицера? А мы еще не знакомы. Вы должны приветствовать каждого, кто имеет чин офицера, мужчину или женщину, и делать это быстро и ловко. Рука быстро вскидывается вверх и резко опускается вниз. Попробуйте сделать. Вот так. Видали? Какая ерунда. Много бы вы на гражданске наработали, если бы весь день отдавали мне честь. И это просто позор, что мы обязаны отдавать честь женщине. Не правда ли, Питкин? Мистер Гриммсер, она мне ответила. Я еще раз это проделаю. Мистер Гриммсер, она мне ответила. Сейчас я заменю вас. Благодарю. Я не могла вас видеть где-нибудь раньше? Да, мисс. Еще на гражданской мы с вами встречались. Помните? Нет, забыла, наверное. Я тогда был дорожником. Вспомнили? О, да, ну, конечно, мистер Попкин. Питкин. Ну, как вам нравится в армии? Кому может нравиться эта муштра? Я же теперь сапер, а тогда был гордостью муниципалитета. Адмирал Фрэнсис Дрейк тоже начинал сапером? Неужели? Так что не падайте духом. Я уверена, что у нас с вами еще будет случай отличиться. И мне так кажется. А, Питкин. Вы что, не знаете, что нужно отдавать честь офицеру, закончив разговор? Ну, вот вы и дождались. Вам надо немедленно ехать на аэродром в Тенгмир. С предосторожности вы поедете в Лондон поездом, как будто вы едете в Водск. Слушаюсь, сэр. Я буду рада приступить к выполнению заданий. Идите. О, Питкин, беги скорее в гараж. Скажи им, чтобы через пять минут прислали сюда машину. Да, сэр. Надо лейтенанта Каркинт отвезти на станцию. Да, сэр. Чертовски не везет. В чем дело? Капитан Уортон приказал сейчас же подать машину. Дени, только не мне. Мне надо отыграться. А мне тоже. А меня не уговаривай. Но кто-нибудь же должен ехать. Я не поеду. Да, отвяжись. Умеешь играть в карты? Нет. А машину я умею водить. Ладно. Бери машину. Но чтоб вернуть не по частям. Всю до кусочка верну. В отпуск едете в Лондон? Что вы говорите? Нет, я просто спрашиваю. Вы получили отпуск и едете отдыхать в Лондон? Я не могу сейчас разговаривать. Мне нужно кое-что обдумать. Лунатик! Чего сзеваешь по сторонам? Ну вот мы и приехали. Ты что, ненормальный, что ли? Встал тут и смотрит, как дурак. Я сама понесу. Благодарю вас, рядовое. Э, Питкин. Ах, да, конечно. Прощайте. Сегодня вечером вернетесь? О, надеюсь вернутся. Ах, так я вас буду ждать, мэм. Эй, уже утро. Пора вставать. Значит, она не вернулась. Кто? Это не важно. Сколько времени? Шесть часов. Ну, они подумают, что я дезертир. Вот эти чучела враги. Ясно? Винтовку. А теперь? Вы становитесь на изготовку. Вот так. И по команде в атаку сразу наступаете бегом. Втыкайте штык прямо в брюхо. Хорошенько поверните его. Вот так. И вырвите у них все кишки. Пусть валяются здесь на земле. Смотрите веселей, саперы. Оставьте его, Питкин. Ну, давайте. Первая тройка. Вперед. В атаку. Тарж. Штык повернуть. Крутанем. Крутим. Пусть кровь льется ведрами. Чтоб все плавало в крови. В чем дело, Питкин? И вам плохо. Вы тоже хотите рядом прилечь? Нет, сержант. Адмирал Дрейк выдержал. И я выдержу. Адмирал? Ну, покажите нам, как это у вас получится, Питкин. Что за герой выйдет из вас? Покажите нам, как бы это сделал ваш адмирал Дрейк. Приготовьсь к атаке. Сделай зверскую рожу. Делай рожу страшней. Красиво еще очень. Рожу давай. А теперь так. Кали! Нет, нет, не меня, дурак. Их! Нет, нет, не их, не их. Чучело кали. Чучело кали. Чучело кали. Чем скорее, Орден, вы отправите Питкина во Францию, тем лучше. Три минуты на последнюю выпивку в Англии. Но держать язык за зубами. Живо! Кружку пива и лимонад. Пожалуйста, мисс. А вы пиво не пьете, мистер Винзель? Тогда два пива. Куда это вы едете? Это известно Богу и высшему начальству Питкина. И мне известно. Вы едете в Бавиль. Угу. Скорее, ребята, по машинам. Немного времени дают. Идет война, Питкин. Скорей, скорей, ребята! Поехали! Идем, Питкин. Эй! Питкин! Гримсдейл! Не в ту машину сели. Что же теперь делать? Сначала прямо, а там повернешь налево. Налево повернешь. Смотри, Питкин, кажется, мы должны лететь. Да, выходит так. А мне ни разу не приходилось летать. Да, и мне тоже. Значит, мы с вами в одинаковом положении. Любопытно. Иди, иди. Помоги мне, Питкин. Нет, мне не надо. Не хочу. Нет, благодарю. Нет, не надо. Ну что ж. Надо признаться, мистер Гримсдейл, они были с нами исключительно любезны. У этого парня вместо нервов канаты. Черт! Курятина! Да. Просто роскошь, верно? Это здорово, что я здесь. Пропустить такое, а? Как считаете? Сколько мы еще прилетим, мистер Гримсдейл? Да, наверное, часа три, Питкин. О! В таком случае я могу еще вздремнуть, верно? А это оставлю себе на завтрак. Желаю удачи, ребята. А-а-а! Смотрите, смотрите! Человек за бортом! Человек за бортом! Остановите самолет! Слышите, остановите, говорят вам! Ныряйте на перерез, ловите его! Скорей! Смотрите, все падают! Отойди от двери! Слышишь, скорее отойди! Говорят, тебе... Осторожнее, осторожнее! Держись за мою руку! Слышишь, держись, держись! Говорят, тебе не смей падать! А ты убийца! Я добьюсь, чтобы тебя повесили! А ты... Ты позор нашего... Десятого... Воздушного полка! Какой воздушный полк я из саперной роты? Из саперной роты? Здесь, наверное, ужасная ошибка, сержант. Мы оба должны были ехать в Бовиль. В Бовиль? Доложу командиру насчет вас. Ну что ж, вам повезло, друзья. Командир сказал, что мы уже в Бовиль. Хорошо. Приехали, мистер Фильмзейл. Прикажете заплатить за корючее? О, нет, нет. Мне хочется сказать, что посадка была плавная. Спасибо за ваше гостеприимство. Будете пролетать мимо нас. Залетайте, пожалуйста. До свидания. До свидания. Где же Бовиль? Как вы смеете? Я буду шаловать Шамеру. Не надо, не надо. Мистер Фильмзейл! Я здесь, Питкинг! Держите, Питкинг! Держусь! Все в порядке, мистер Фильмзейл? Кажется, да, Питкин! Это приятнее, чем мы думали, верно, мистер Фильмзейл? Да! А воздух? Какой воздух? О, здесь наверху очень мило. А! Мистер Фильмзейл! Мистер Фильмзейл! Слушайте, Питкин, перестаньте валять дурака! Мистер Фильмзейл! О, наконец, благодарю вас! Куда, куда, Питкин, куда вы? А! А! Питкин, вы повисли на моей ноге! Питкин, отпустите мою ногу сейчас же! Не смею, мистер Фильмзейл! А-а-а! 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 Ух! Бувиль, прибыли мистер Фильмзейл! И на два дня раньше срока! Питкин, мы прибыли во Францию! А-а-а! Франция! Что вы делаете? Добрый день, Форд! Добрый день, сэр! Как идет ремонт дорог? Двигаемся понемногу, сэр! У нас маловато людей, некоторые отряды доведены до двух человек! А-а! А связь действует? Конечно, сэр! Карта перед вами! Я вам могу вызвать любой пункт, который вы захотите! О! Ну что ж! Возьмем хоть этот, он ближе всех к линии фронта! Так, пункт 19! Позывной Балаклава! Чтобы враг не мог доказаться! Ха, хорошо, хорошо! Алло, Балаклава! Алло, Балаклава! Отверьте за Курту, Балаклава! Вы меня слышите, Балаклава! Самых энергичных наших работников спущено на парашют! Листяще! Алло, Балаклава! Какая ваша позиция? Подайте мне, пожалуйста, карту! Позиция Балаклавы! Карта 36, квадрат Б! 0, 6, 3, 2, 2, 3! Теперь скажите, конец! А, конец! Хорошо, Балаклава, все ясно! Нельзя ли мне два куска? Ну, ведь у нас только три оставалось! Дайте мне размешать мой единственный! Может, сходите в ближайшую деревню и купите там сахару? Парлеву францей, питьки! Немного! Ух, хорошо! Здесь внизу есть деревня, около того замка! Узнайте, нельзя ли там раздобыть яис? Непонятно, сэр! Согласно их координатам, Балаклава расположена в 4-х милях за линией фронта! Но, может быть, они плохо разбираются в карте, проверьте! Слушаю, сэр! Алло, Балаклава! Алло, Балаклава! Эджин Курт вызывает Балаклаву! Вы меня слышите или вы меня не слышите? Я Эджин Курт, Балаклава! Подтвердите вашу позицию! 0-6-3-2-2-2-3! Вы абсолютно уверены, Балаклава? Это означает, что вы в одной миле от Флери и углубились на 4 мили за линию фронта! Я не привык ошибаться, Эджин Курт! А вы видите замок на горе, Балаклава? Да! Вижу, Эджин Курт! Слушайте, Балаклава, немедленно соберите свой инвентарь и скорее отступайте к югу! Слышите? Немедленно отступайте! Слушаю, сэр! Понял! Отступаю, сэр! Балаклава, немедленно соберите свой инвентарь, Балаклава! Господа, ваше здоровье! Ваше здоровье! Военным комендантом города и района Флери назначается генерал Отто Шрайбер Генерал здесь? Ваше здоровье! КОНЕЦ Бонжур, мисси. Дайте... Что прикажете? Пиво, пожалуйста. Мисс Картленд. О, как вы сюда попали. Пардон, я вас не понимаю, мисси. Не помните меня. Вы же знаете, я дорожный мастер. Что вы сказали? Дорожный мастер? Вы ошибаетесь. Я в жизни не знала дорожных мастеров. Вы не мисс Картленд? Нет, меня зовут Мария Вильмургуси. Извините. Только я знал одну девушку, точно такую, как вы. То есть я... Не очень хорошо ее знал. Не мог ее знать, раз она была такой, как была. А я был тем, кто есть. Печально. Это очень грустно. Да. Она красива. Что? О, красива. То есть, не очень красива, но все-таки миленькая. И знаете, я влюбился в нее с первого взгляда. Вот как? Она даже не замечала меня. Она даже не могла запомнить мою фамилию. Может быть, она была влюблена в другого? Не знаю. У вас даже голоса похожи. Месье, вы просили кружку пива. Да. Горсон, две кружки пива. Две кружки пива для мадамы месье. Две кружки пива для меси. Две кружки пива для меси. Мир си. Две кружки пива для меси. Бонжур, господин генерал! Какой сюрприз! Бонжур! Бонжур, ни звука! Тихо! Не кричите! Идите в ту дверь! Быстрее, быстрее! Что вы делаете? Тихо! Застрелю! Наглядывайтесь! Скорей! Андрей, Марий, смотрите! У нас в руках Шрайбер! Что вы, Жанн, это не Шрайбер? А кто же он? Ведь он... Нет, это английский солдат. Просто Пупкин. Питкин. То есть Питкин. Значит, вы мисс Гартленд. Да ну, вы забудьте об этом. Я Мари Вильмур. Я сказал вам то, что сказал там наверху. Я бы никогда не осмелился. Об этом думать сейчас не стоит. Что вы делаете в тылу у врага? В тылу? Просто ремонтировал дорогу со своим начальником. Я видел, как его забрали в плен. Что? Мистера Гримзела забрали в плен? Боюсь, что так. Я в самом деле ошибся, Андрей. Хм. Ничего нет удивительного. Питкин! Марш! Марш! Привели пленного, господин генерал. Хорошо. Введите пленного. О! Что вы тут делаете? Почему вы так вырядились, Питкин? Что? Вы очень искусный, Питкин. И делаете честь нашему городу. Что ты сказал? Опять! Ничего. Простите. Ничего не сказал. Ах так! Ты еще вздумал шутить? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Кто ты такой? Моё имя Уилфрид Гримсдейл. Чим рядовой. Номер 70370. Больше никаких показаний давать не буду. Ты говоришь, что ты солдат. А где же тогда твой мундир, а? Значит, ты шпион. А у нас свои методы заставить шпиона открыть рот. Не заговорю ни за что. Твое последнее слово? Последнее. Так. Расстрелять! Нет. Нет. Постойте. Одну минуту. Я... Хочешь сказать что-нибудь? Рассудив как следует, сэр. Я решил... Я передумал. This is good. Чем ты занимался на дороге? Ремонтировал. Ремонтировал? Да, сэр. Рыл землю. Рыл? Да. А, рыл! Что? Ты хотел взорвать мой штаб? О нет, сэр. Мы ремонтировали. Там было оседание грунта на дороге. Мы? Да, мы. Я и Питкин. Питкин. Ещё один шпион! О нет, сэр. Я не шпион. Уверяю вас. Слышь мерзавец! Ты, Анри Леблан. Вожак французского сопротивления. Я всё знаю про твои дела и про тебя самого. Я ведь не Леблан. Я мистер Гримсдейл. Молчать! Я буду решать, кто ты такой и чем ты занимаешься. Я буду решать. А где этот, Питкин? Ушёл в магазин. Ушёл в магазин. Ушёл в магазин. Он пошёл шпионик за мной. Бросьте этого подлеца в подземелье замка. А, Шмидт! Наконец мы поймали Андрея Леблана. Увести? Господин генерал, каким образом вы очутились здесь? А где же я должен быть? Я видел нечто весьма странное в кафе. В кафе? И что же вы там видели, а? Вы представляете опасность для нас. Я вас спрячу в надёжном месте. Скорее, Жанн. Ну, что ты копаешься, старина. Так. Так. Сойдёт. Пошли. В кафе. Никого нет. Пошли. До свидания, Мария. До свидания, Андрей. Желаю удачи, Питкин. Запомнили, наконец. Желаю удачи. До свидания, Жанн. Собирай всех! Скорей! Скорей! Какое вы имеете право? Я ничего не сделаю. Не разговаривать машину! Схватили её. Идём скорей. С ума сошёл. Что вы делаете? Шиво! 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 Спустите! Что с ними сделают? Как вы считаете? Сейчас их отвезут в замок. Будут допрашивать, а через двадцать четыре часа? Кто знает. А почему мы не можем их спасти? Если б мы только могли. Я знаю там каждый дюйм, но как туда проникнуть? Через стену. Невозможно. Она под током. Значит, под стену. Ход. Но ведь это долго. Не бойтесь, я дорожный мастер. Посмотрите, как я копаю. Пока всё хорошо. Ну где же Пьер? Он уже идёт. Что случилось? Что вы здесь делаете? О, это очень серьёзно. Здесь оседание грунта и очень опасно, месье. Придётся что-то делать. Господин мэр очень обеспокоен. Невозможно. Что с ним такое? У него очень плохие нервы. Вы же не допускаете нас к работе? А он хочет копать. И что ж? О, будьте добры. Помогите, пожалуйста. Одно словечко. Ну, ну хорошо. Ну ты хороший парень. Иди копай. Я разрешаю. Какой камень-то. Ты какой-то так, хуя-хуя! Какой камень-то? Какой камень-то? Уй! Нет, нет. Лучше давай замаскируем этот вход ветками. Может быть, нам придется удирать. Лучше давай замаскируем этот вход. Мой друг. Бросьте нож! Руки вверх! Итак, вы решили, месье, прийти ко мне в гости? Рад вас видеть! Советую время не терять отвечать на мои вопросы. Как ваше имя? Я вам даю 30 секунд. Не ответите, буду стрелять. Отвечайте, как ваше имя? Осталось 10 секунд. Моё имя Анри Леблан. Уцарь, тигоняй! Я давно уже схватил Анри Леблана. Ты его сообщник. Питкин. Здесь мы не такие дураки, как вы думаете. Ну, пошли, Питкин. Я сам тебе доставлю удовольствие и отведу тебя к твоим друзьям. Я думаю, тебе здесь понравится. Хотя ты пробудешь здесь недолго. До завтрашнего утра. Анри Леблан, а вот и твой помощник. Питкин. Это не Питкин. Ужас! Встать, подлец! И признавайся, что это Питкин, и то тебя будут бить. Это Питкин. Господа, ваша диверсия провалилась. Не вышла. Не сомневайтесь, вы будете наказаны. Спокойной ночи. Продолжение следует... Фройлин Грейтхен фон Шметтермен. А, дорогая Фройлин. Садитесь, пожалуйста. О, генерал. Можете идти, Йоган Краут, и следите, чтобы нам не мешали. Ясно? Что бы ни случилось, Йоган Краут, нам не мешать. Ясно, господин генерал. Моя дорогая. Если бы вы знали, как я ждал этой минуты. Скоро мы сольемся в экстазе. О, да, это будет очень скоро. Может быть, нам сперва немного поесть? Да, но... После этого мы сольемся в экстазе? После ужина сколько вам будет угодно. Прекрасно. Моя прелестная бабочка. Когда я услышал, как вы пели, дорогая, Брунгильду в опере. Я почувствовал, что я ваш раб. Ой, это было так давно. Но у нас было с тех пор так много приятных встреч. О, да, и таких гармоничных. И каждый раз вы были намного лучше, чем в прошлый раз. Почему же мы ждем еще? Выпьем сначала. За самую прелестную бутерфляй нашей оперы. Как бы я хотела узнать ваши мысли. Я думаю о грядущей битве. Наверное, с англичанами. Нет, 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 нет. Только с вами, Грэд. О, гадкий мальчик. Разбить бокал шампанского, это к несчастью. Вот как? Почему? Мне еще будет пить мой мото. Но у меня всегда есть ваша туфелька. О, гадкий мальчик. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ха-ха-ха Всё кончилось! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Вы готовы? Я готова Тогда начнём? Ну что же Хе-хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе Раз, два, три. Что-то першит в горле, но это ничего. Вы меня извините, я пополощу горло. Да, я буду петь соло. Субтитры создавал DimaTorzok Вы уже готовы, Отто? Да. Идите, дорогой, ваша певчая птичка вас ждет. Да, да, да. У нас еще вся ночь впереди. Разве это не изумительно? Ну, хотите спеть для меня? Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кажется, у меня опять что-то в горле застряло. Вы меня извините, я попрощу горло. Кто это? Это, это, м-мышка. Да, я поставил мышеловку для него. То есть, для неё. Откройте! Приношу мои извинения. Я, я немного задержался в ванной. Я был там слишком долго? Вы могли бы там и дольше оставаться. Вот то! Вот как? Вы нашли там мышь? Что такое? Я ходил полоскать горло. Теперь у меня голос звучит. Вы уверены? Что вы хотите этим сказать? Вы пели, дорогой, как ворона каркала. Я ворона? Это вы, когда я был в ванной, отвратительно, ужасно пели. Я? Вы сами как ворона каркали. Я ушам своим не верил. Ох! 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 КОНЕЦ 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 Все спокойно. КОНЕЦ ПЕСНЯ Отто! Что вы сделали? Развешите сейчас же! ПЕСНЯ Ахтон! ПЕСНЯ 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 Мы готовы, да здравствует Франция! Здравствует Франция! Тонор Ветер! Швейне хунде! Питкин? Простите, мистер Гримзейл. Я Питкин. Отберите у меня пистолет. Нападите на меня скорее. Скорей, без караул, ко мне. Не с места. Немедленно бросайте оружие. Или я застрелю генерала. Да, да, я Воль. Шнель, шнель. Так, а теперь снимайте мундиры. Скорее, живо, живо. Хорошо с работы, Питкин. Постараюсь, чтобы мэр преподнес вам разрисованный адрес. Что вы не стоите, мистер Гримзейл. Знаете отсюда выход? Идите за мной. Оставайтесь здесь, Патерфляй. Я с вами. Нет. За мной! Скорей! Слушаюсь. Проклятье! Алло! Алло! Наши пленные сбежали. Их вожак выдает себя за вашего любимого генерала. Хе-хе-хе. Они шпионы французского сопротивления. Закройте ворота. Следите за выходом. Я повторяю. Не дайте им уйти. Найдите их немедленно. Айль Гиттер! Скорей, мистер Гримзейл. Мисс Картленд, сюда, пожалуйста. Здесь есть ход, через который мы вошли. Как раз у стены. Где он, Питкин? Не могу его теперь найти, мистер Гримзейл. Ложись. Скорей, скорей! Часовой! Быстро ко мне! Не с места! Прочь с дороги! Прочь, дурак! Меня-то ты не обманешь. Ты не мой любимый генерал. Идиот! Идиот! Я твой любимый генерал, а ты изменник Третьего Райха. Это же наш генерал. Это генерал. Если посмеешь еще раз ошибиться, немедленно расстреляю. Ясно? Слушаюсь, господин генерал. Это был Шрайбер. А теперь наберитесь наглости, ведите нас к воротам и прикажите часовому их открыть. Ваш подвиг не останется без награды, Питкин. Если не придется увидеться, желаю счастья, Питкин. Надеюсь встретить вас в Лондоне, мисс Картленд, мадам Вильбош. И я надеюсь, Питкин. Я не забуду того, что вы сделали. Вы герой. Ведите, Питкин, мы в ваших руках. За мной? Смелее. Взрыв. Взрыв. Господин генерал. Господин генерал. Вам телеграмма от фюрера. Очень срочно, господин генерал Ах так, ты и есть французский шпион Что вы, я не мистер Гримсдейл Смеешь еще разговаривать, швайнегунд Я с тобой рассчитаюсь, будешь расстрелян Уведите Мирно, на кроу На плечо Привезти пленного Пленный, идите в ногу Идите в ногу, пленный Пленный, стой Пленный, кругом Когонь Есть у вас последнее желание Хотите сигарету Нет, благодарю Нет, нет, я решил отвыкать Внимание Внимание Целься Стреляйте Стреляйте в него Не давайте ему уйти Стреляйте, дурачье Убейте, не дадяя Бонжур Ну вот, джентльмены Война кончилась Мы победили И, наконец, мы опять на работе Но мы никогда не забудем нашего Питкина Он спас товарищей И проявил храбрость, которая выше верений долга За это ему была вручена высшая награда Какую мог дать наш город Разрисованный адрес в ореховой рамке К счастью, он опять вернулся к нам И работает теперь на самом важном участке Наш Питкин содержит в порядке артерии нации Мистер Гриммдэл Мистер Гриммдэл В чём дело? Почему не на работе? Там солдаты бросили мою лопату через ограду Бросили твою лопату через ограду? Угу Сейчас же соединюсь с мэром Ах, так Господин мэр Они опять бросили лопату через ограду Что? Что? Военное министерство Слушайте вы А Хе-хе Я мэр этого города Не позволю вам швырять городское имущество через ограду Роли дублировали актёры Витсон, Бабичкова, Колесников, Адлеров, Панкова, Тарасов, Зайков Режиссёр дубляжа Георгий Шепотинник, звукооператор Анатолий Декан Фильм дублирован на киностудии имени Горького Витсон, Бабичкова, Тарасов, Зайкова, Тарасов, Зайкова, Тарасов Регис Продолжение следует...